Коротко пробегусь. Города, которые двигаются в направлении создания воднозеленного каркаса. Потрясающие перемены Нижнего Новгорода. Без зелени. Краснодар больной. Город, видите, сверху красный, снизу. Это, ну, приезжайте к нам, парк Краснодар. У нас очень красиво. Ну, это архитектурный парк. Это просто красивая дорога от парковки к стадиону. Знаете, да, что один тополь перегоняет сейчас от пол воды. Как вы продали губернатору вашу программу? Итак, если человек на протяжении всей жизни потребляет воды из одной реки, как я, то я уже на 80% где-то река Дон. Это то, к чему мы хотим прийти. Чтобы воднозеленные каркасы городов объединились, воднозеленные каркасы регионов. Регионы объединились в воднозеленный каркас Российской Федерации. И чтобы каждая лягушечка, каждый ежик, как говорил Александр Рифатович, пришел туда, где ждет его ежиха и лягушиха. Я прошу прощения, Елена. Мы... Да, несколько таких организационных моментов. Да, действительно, мы сейчас продолжаем. У нас три для секции и четвертая. И расскажите, Елена, прежде чем начать эту секцию, у нас предоставить слово заместителю министра строительства Ростовской области, главного актектора Ростовской области, Горген Анатольевичу Алексееву Малахову, с маленьким приветственным словом. Ну, а потом мы вернемся к основной программе. День добрый. Всех очень приятно видеть. Я немножко вот там из своих городских календарных выскочил. И я очень благодарен, что в такой формат попал. И очень актуально. Можно я тоже как бы немножечко слово, что по поводу зеленого каркаса, что тоже там очень тема для меня очень так близка. И то, что помимо вот зеленого коридора, что она, я все время тему пытаюсь подвести, что в том числе она трансформируется и вот в пешеходные пространства. Что если у нас зеленый каркас вот в том виде, как мы его привыкли, вот классический из нашего образования, брак, что он уже у нас превращается в такой пунктенный каркас. И что единственная возможность связать эти зоны, как зеленые зоны общественные и общественные пространства через вот это пешеходное, единое пешеходное пространство, когда это может вывезти тогда как бы единое, то есть расширить рамки зеленого каркаса пешеходного пространства, просто коммуникационные коридоры, где у нас и пиво-дорожки связываются, когда это просто как формат сам расширяется, и у нас тогда связанность с территорией получается более интересно, более шире, и она появляется, это связанность. Вот, поэтому большое спасибо, что эта тема интересует, спасибо всех присутствующих, что пришли в таком формате, и большое спасибо организаторам и спикерам. И хорошего дня. Я попросил, послушаю, если вас. Спасибо. Григорий Анатольевич, ну вас просто так не отпустим, мы будем еще задавать вопросы, если не возражаете, потому что очень много всего, я надеюсь, что ваш график позволит присутствовать еще и на следующем. Секция, которая по ростовской тематике, поскольку она тоже обещает быть очень интересной. Спасибо большое. Ну, тогда мы и ускоримся. Спасибо большое. Елена Васильевна, Добрый день. Я Елена Шувалова, я из Краснодара. Темой водно-зеленого каркаса занимаюсь с 2014 года, до этого большой стаж в предпринимательской деятельности. Я предприниматель, и пришла я в тему зеленую и водную не от хорошей жизни, а от того, что Краснодар начал активно ухудшать свои позиции в этом плане. Ну, я решила, что раз я остаюсь жить в нашей стране, в нашем городе, надо попробовать что-то сделать для того, чтобы что-то изменить. В настоящее время я являюсь заместительным руководителем рабочей группы по познанию водно-зеленого каркаса городов Российской Федерации, переменять сертистры и сельского Российской Федерации. И это был долгий путь, к которому мы шли, чтобы этот путь пройти, пришлось обойти много коридоров, разочаровываться, потом опять вставать, идти дальше. Но, на мой взгляд, самую главную роль в том, что эта тема сейчас звучит на уровне Федерации, и каждый девелопер уже в своем защите своих проектов говорит, вот здесь у нас зеленый каркас, и вот здесь мы тоже нарисовали зеленый каркас. Ну, как минимум, все об этом уже говорят, это уже хорошо. Хотелось бы, чтобы это не профанировалось. Я, мы находимся сейчас на родине уважаемого глубоко моего друга, учителя, соратника Александра Ильфовича Водяника. На мой взгляд, именно он смог собрать всех людей, которые что-то понимают в этой теме или хотели бы заниматься со всей страны, создал вот такую межрегиональную, межведомственную большую команду, с которой мы вместе работаем до сих пор. И в этом году исполняется три года с того времени, как он смотрит на нас с неба и надеется, что мы продолжаем его путь. И на мой взгляд, вот роль личности она очень высока в том, чтобы происходили какие-то глобальные изменения в нашей жизни, в нашей стране. Заканчивал он свой путь получился жизненный, карьерный в Краснодаре заместить советником мэра города Краснодара по воднозеленому каркасу. я была очень рада, что он открылся на мое приглашение и приехал к нам в Краснодар и был глубоко уважаемым мэром и жителями города Краснодара. К сожалению, преодолевая бюрократические препоны все города Краснодара, он не смог много сделать в нашем городе. Краснодар сложный город, но он много смог сделать в федерации. Я хочу, чтобы сейчас Ирина Водяник, дочь Александра Лифатовича, рассказала, наверное, более так неэмоционально, не профессионально о своем папе, о его пути, о том, чего мы не знаем и чем она хотела бы с нами поделиться. Добрый день, уважаемые друзья. Я думаю, что подавляющее большинство здесь присутствующих знакомо с ним лично были или как минимум общались в недружественной сети Facebook. Я думаю, что самое важное, что он сделал, он очень долго, как вы все знаете, стремился к тому, чтобы все было системно, чтобы все было взаимосвязано и чтобы та самая лягушечка Петропавловска-Камчатска могла добежать до Калининграда и даже до Бордоу дальше туда вот по лесочку. И чтобы все мне было хорошо этой лягушечке. Самая главная вещь, которую он нес всю свою профессиональную карьеру, которая связана именно с формированием градоэкологических каркасов, это то, что градоэкологический каркас это система. Я просто повторю именно вот отсюда именно. Да, я очередной раз. Это система. Это не просто зеленый каркас, не просто городской каркас, не просто водный каркас. Это система взаимосвязанных слоев. И путь его в Ростове был очень тернистый, очень долг и непросто. Однако он пробовал все пути. Он пробовал и снизу, и сверху, и сбоку, и с краев, и через Францию, и через Москву, и через Арктику. И ему удалось самое важное. Он собрал этих людей. Вас собрал, те, кто не смог приехать, те, кто делает работу своих и в чиновничьем кресле, и те, кто делает свою работу на пеките у администрации, допустим, защищая какую-то рощу или войска. Бизнес. Он объяснял бизнесу, как это делать и зачем это делать. И самое важное свое достижение, вот он скончался, к сожалению, именно на пике. Это был второй семинар, да, российско-французский? Второй. Второй семинар и буквально через две недели, по-моему, Минстрой таки принял решение о том, что эта тема важна. Те, кто знал его лично, они могут помнить эту сумасшедшую энергию, то есть он не спал круглосуточно, а он был на связи со всеми регионами одновременно и ездил, и побывал и на Байкале, и в Арктике, и везде. И он занимался параллельно развитием арктических городов и Крыма, и Дальнего Востока, и на все его хватало до определенного времени, конечно. И самым большим достоянием, повторюсь, есть и будет именно сообщество, комьюнити, сообщество людей разных профессий, разных специальностей, которые объединены общей идеей, которые он таки донес до большинства наших с вами коллег, то, что градоэкологические каркасы, пультуроводный, зеленый, бурый, о чем мы еще поговорим позже, да, все каркасы должны, и важно помнить об окружающем мире, в котором мы живем, в котором мы строим наши города. я предлагаю почтить память Александра Ивановича, давайте встанем, помолчим, чуть-чуть вспомним то хорошее, что было в нем, а его было очень много. спасибо вам, что помните, и у нас есть в планах учредить, может быть, стипендию, может быть, премию, Александра Ивановича, я думаю, что эта работа не быстрая, но будет осуществлена. А сейчас мы перейдем, собственно, к теме нашей секции, поговорим про водно-зеленый каркас больше, это название у нас перешло из французской, будьте любезны, презентацию мою, включите, пожалуйста, из перевода из Франции по-разному, сейчас у нас внутри даже нашей команды идут дискуссии, градоэкологический каркас, водно-зеленый, каркас, водно-зеленый городской каркас, и в настоящее время, как я вам уже сказала, в 23-м году была создана при Министерстве Российской Федерации по строительству и ЖКХ рабочая группа, в нее вошло 20 человек из разных городов, здесь присутствует вот город Екатеринбург, и главный архитектор города Екатеринбурга входит в него, и кто-то еще здесь, по-моему, был из Санкт-Петербурга есть представитель, из Омска нет, вот из Краснодара я, из Ростова, к сожалению, пока никого нет, и чем занимается эта группа у нас? Так, куда наводим? Сюда? Не хочет? Представьте. Пошел? Не хочет? Представьте. Хорошо. Вот. Александр Альфаевич Родьянин в Краснодаре. С 2016 года на базе университета Кубанского я начала проводить форум «Живой каркас города». Вот это 2016 год. Познакомлюсь с Александром Альфаевичем как раз на международном российско-французском конференции, которая проходила в Краснодаре. И Александр Антонов приезжал к нам. Твоя фотография. Александр, ваши фотографии. Токарь и улья. Токарь. Токарь и улья. Это АСИ. И мы ежегодно проводили до кредитов этот форум и собирали как раз экспертов со всей стороны все практики для того, чтобы понять, что же такое за зверь этот, кто у нас владеет этой терминологией, опытом, практиками, знаниями. Вот вы видите в красном пиджаке Элина Эдуратовна Красильникова. Это как раз руководитель нашей рабочей группы, профессор завкафедры сейчас Севастопольского университета, но родом она из Волгограда. Волгоград здесь есть. И в Волгограде есть водно-зеленый каркас, кстати. Один из немногих. Будете, мне это все еще славяки. Следующее. Я хочу вам сразу же забить в своих телефонах пространство города РФ. Это платформа, которую мы создали. Для того, чтобы там можно было собирать всю базу знаний и экспертов, которые работают над этой темой. Вы видите вкладки статьи, медиатека, эксперты. Если вы считаете себя экспертом, если вы можете предоставить какие-то научные материалы по почве, например, или еще какие-то исследования, или какие-то ваши выступления, различные конференции, нужно просто зайти туда, заполнить анкету, и там будут опубликованы данные о вас. И мы надеемся, что те люди, которые интересуются этой темой, будут обращаться к экспертам, технологии, опыт городов. Вот эти все материалы можно получить теперь на этой платформе. Эта платформа, как и все, моя рабочая группа волонтеры, многолетние, многострадальные. Это тоже волонтерский проект, поэтому не следите строк, он на тех, где сделан, но уже наполнен большим количеством информации. Одна из задач, которая сейчас стоит перед рабочей группой, это понять, что такое определение, разработать ГОСТ, внести изменения в документы различные стратегического планирования, в Гранд-кодекс и так далее, чтобы можно было эту терминологию хотя бы закрепить, чтобы появилось определение. Определение в настоящее время выработано, вот такое рабочее определение и оно сейчас находится в Минстрое на рассмотрении, на утверждении и на следующем заседании экспертного совета по комфортной городской среде оно будет рассмотрено и надеюсь, что оно уже будет принято, может быть, будут внесены какие-то правки. Но мы хотя бы получим какое-то определение, чтобы нам определиться всем с понятийным аппаратом. Более того, мы дальше ведем работу над глоссарием, чтобы все понятия, которые входят в водный зеленый каркас появились и работы над ГОСТом и методическими рекомендациями. Кроме самого определения, на мой взгляд, вот тема, о которой мы говорили сегодня уже несколько раз в пользу, и она должна была появиться у нас на одной из наших секций, это взаимодействие власти, бизнеса, горожан. Я всегда добавляю к этому экспертов, потому что, на мой взгляд, без экспертов это не очень верное взаимодействие, и мы видим это на примере зачастую профанирующей темы по соучаствующему проектированию. когда роль громкокричащих жителей небольшого количества становится важнее мнения экспертов. Здесь, на мой взгляд, должен быть баланс, и мы видим вот эти нарушения, они идут по всей стране, надо как-то это все уравновесить. На мой взгляд, вот такой большой проект, потому что он откликается в душах и сердцах каждого жителя зеленая среда, живая среда, здоровье, психоэмоциональное состояние, это что все близко всем нам, и это то, что может нас объединить, это все может, то, что может нам объединить все ресурсы, нашу энергию, нашу любовь к своему городу, к своей стране, к своей семье, и совместно всем, начиная от того, чтобы посадить цветочек рядом со своим домом, заканчиваясь тем, чтобы разработать генеральный план и выпреждаемую часть внести схему водно-зеленого каркаса. Вот у нас уже сейчас состоялся такой профессиональный спор небольшой. По поводу коричневого каркаса я коротко пробежусь, голубой это водный считается, зеленый это зеленый, а черный каркас это все световое загрязнение, о котором мы мало думаем, мы города раскрашиваем как елку, не убирая иллюминацию к Новому году, которую повесили, и не понимая, насколько это сильно влияет на все живое, что живет в городе. Коричневый каркас так уж никогда не буду писать, Сергей. Вот здесь у нас есть профессор почвомед, который сказал, не коричневая почва вообще-то у нас, это перевод из французского, поэтому, неправильно, видимо, поэтому мы заменим это на почвенный. Каркас это очень важная составляющая здорового города, серый каркас это все, что будет дом, живой каркас это все мы с вами, ну и здесь все, что связано практически по колдовскому, все, что связано с зеленым каркасом, геоморфологический, пейзажный, биоразнообразие, инфраструктура, гигиена и рекреационный каркас. Это все каркасы, которые необходимо нам учитывать при развитии разработки города. Что мы сейчас еще делаем? До тех пор, на мой взгляд, пока губернаторы, мои работы, отчитываться перед вышестоящими органами, о своей эффективности, своей работы квадратными метрами, наши города обречены на умирание, ну а росты не на развитие. Вот мне очень хотелось бы, чтобы в нашем сообществе разграничили эти понятия рост не конгруент на развитие, да? Мы давайте больше будем говорить о развитии, и это не всегда связано с количеством квадратных метров. Поэтому мы с нашей рабочей группой проанализировали вот эту сумматрису недосокачественной городской среды и внесли свои предложения, которые связаны с каркасом, начиная там от того, что количество замощенных поверхностей, связанных пространств и так далее. Кстати, вот выступление первого нашего спикера очень важное, потому что в воднозеленом каркасе связанность это один из самых главных параметров, которые должны быть. В условиях плотно застроенных урбанизированных городов наших миллионников, всех, таких как Краснодар, Ростов, Екатеринбург, единственная возможность каким-то образом создать каркас, это через транспортные и пешеходные коридоры, которые мы должны озеленеть, где-то возможно сделать дождевые сады, дренажные каналы с тем, чтобы работать с подтоплениями, с затоплениями. Но это действительно важная работа, которую необходимо делать, это вот точечное такое вышивание, это такая квартал за кварталом, идти, высаживать, соединять парк, эскер, создавать вот эти дискретные парки, которые можно небольшие пространства связать, пешеходные связи, они уже будут работать как ядро воднозеленного каркаса. И мы внесли ряд предложений, они сейчас находятся на рассмотрении Минстроя, вот была конференция на Ямале, там мы это презентовали, и они приняты к этому, к исполнению. Вероятно, они где-то появятся, какие-то хотя бы из тех критериев, которые мы предложили. На наш взгляд, гладко было на бумаге, но забыли про овраги, эта программа «Комфортная городская среда», знакомая всем вам, то, что даже в неумелых руках может превратиться в оружие, да, вроде бы благо, но то, что происходит во многих городах, где происходит неправильное проектирование, а потом неправильное строительство, мы уничтожаем серьезные экосистемы, сложившиеся экосистемы, ухудшаем биоразнообразие, носим ущерб всему живому, что у нас происходит, большое количество мощения, вырубаются старовозрастные деревья, повреждаются деревья и корни при строительстве, нет нормальной системы контроля этого, и, к сожалению, вот хорошая программа, классная, если мы почитаем правильно все критерии, которые закладывали на строй, там же все хорошо, что же происходит, когда вот от бумаги мы приходим на землю, происходит беда, и вот с этой бедой, конечно, нужно что-то сделать, начиная от проектирования, я говорила о соучаствующем проектировании, где тоже дыр полно, и заканчивая реализацией, с которой у нас постоянно происходят проблемы, и сейчас мы тоже как раз подготовили ряд предложений для Минстроя, чтобы при оценке проектов, которые подаются по программе «Комфортная городская среда», учитывались критерии возноотделенного каркаса. Один из параметров это связанность, второй из параметров, то, что связано с водоотведением, насколько повреждается экосистема, насколько убирается почвенный покров и так далее, и тому подобное. Там целый список есть, которые, если будет интересно, Елена, я вам отправлю, а дальше распространите по своим каналам. Да, более подробно есть у меня презентация. Это то, что крайне необходимо, и, конечно же, обучение и грамотность тех людей, которые это все проектируют. Я хочу сказать, что этот процесс пошел. Я о нем уже говорила. разные виды инициации по разработке проекта водно-зеленого каркаса по тому, чтобы эта тема звучала и реализовывалась в том или ином городе. Я проанализировала несколько городов, в которых происходят те или иные движения по созданию водно-зеленого каркаса. И там есть несколько вариантов. Чаще всего это движение снизу вверх. Это когда есть запрос общественности. Это экоактивисты, это просто активисты, это те люди, жители просто города, которым не все равно, что происходит, которые видят, что рубят, рубят на каждом шагу. От этого начинается протест, потом начинается образовываться, чаще к ним привлекаются, прикрепляются эксперты, научные сотрудники, работники каких-то вузов, и тогда получается общественно-экспертный запрос так произошло в Казани. Уникальная ситуация, на мой взгляд, сложилась в городе Новосибирске, где движение произошло сверху вниз. То есть там как раз в администрации зародилась эта идея, и совершенно уникальная женщина с кучей энергии, Терешкова, которая возглавляла просто департамент молодежной политики и спорта, так полюбила эту тему, что создала подразделение, они там делают сейчас подтоплямый парк, там первый в стране сделали, и делают дисперсные парки, и 17 человек, у нее работает только подразделение, которое занимается водно-зеленым каркасом, они привлекли науку, и остальные, в основном, это, конечно, такой вот запрос снизу идет, с присоединением экспертов. Есть хороший опыт малого города Черняховска, где, там вот меня поправили, я считала, что это от власти пришло, Алья говорит, нет, там была хорошая почва, именно подготовленная креативным сообществом, запрос был снизу, а потом еще пришла власть, которая полюбила этот город, хотя это был иногородний мэр, и теперь там, в общем-то, они выигрывают все проекты по малым городам, по-моему, пять раз подряд они выигрывали, последний раз уже, наверное, сказали, хватит им давать, и не дали денег. Краснодар, не зря, я поставила вот такую фотографию, без зелени, Краснодар, больной город, видите, сверху красный, снизу, это, ну, приезжайте к нам, парк Краснодар, у нас очень красиво, есть японский сад, который построил Сергей Николаевич Гавицкий, который считается самым большим японским садом за пределами Японии, и есть вот такое пространство, которое он создал, многие его критикуют, но это архитектурный парк, это просто красивая дорога от парковки к стадиону, поэтому к нему так и нужно относиться, он никогда не планировался как создание некого живого природного парка. Мы уже говорили не один раз о том, что должны быть у нас стратегия и тактика, поэтому говорим, что важно, чтобы водно-зеленый каркас появился в документах стратегического планирования, в стратегии социально-экономического развития, чтобы он появился в генеральном плане, в ПЗЗ, в мастер-плане, возможно, если мы будем делать, у нас еще будет дискуссия небольшая по мастер-планам, такой новый вброс от сверху к нам прилетел, но, видимо, мы все сейчас будем делать активно мастер-планы. Что я хочу сказать из разочарований моих, мы очень долго рассчитывали на то, что генеральный план Краснодара, который делал научился сельский институт НИИПГ, Санкт-Петербурга, он нам поможет каким-то образом поработать с каркасом. Каркаса там не было, но видите, вот эти вот клаптики, которые там находятся, зелененькие, маленькие, где мы добивали активно вот эти 16 квадратных метров. В Краснодаре 1,2 квадратных метра на человека из зелененных общественных пространств. 10 раз ниже минимальной нормы. И вот здесь много проектировщиков, генопланистов наши умудрились зарисовать процентов 70 зеленки, это частные территории. Еще федеральные территории, еще региональные территории, и 2% муниципальных, по-моему, 0,5%. И в результате вот мы добивались очень долго вот этого прекрасного генерального плана. Вы видите, слева и справа есть экспликации, где все это пронумеровано. 3 450 новых гектар зеленых пространств, 450-60 новых парков и скверов на бумаге нарисовали. Что делать с этим никто не знает. Пошло несколько, уже с 2019 года вот 4 года, ситуация стала еще хуже. И сейчас этот же институт делает новый документ для Краснодара, совмещенный генплан с ПЗЗ. Что с этим делать? Корово-быковым никто не знает пока. Но что мы сделали хорошего? У нас есть там линейный парк Красуны, который мы пытаемся собрать, как такую ось, серьезное ядро зеленого каркаса. И когда у нас был мэром Первышев, Евгений, было прям такое оживление, и он активно вел работу по обмену земельных участков. Это были сложные переговоры, но часть участков была обменена. Сейчас опять остановилась эта работа. В Краснодаре создал цифровой двойник города 3D-модель, кафедра геоинформационных технологий Кубанского университета. Прекрасный человек, Погорел Анатолий Валерьевич, с которым мы постоянно сотрудничаем. У нас теперь есть город цифры, но это никому не надо. Обратите внимание, 3D-модель города позволяет нам посчитать все зеленые насаждения в городе. В Краснодаре оказалось их 5 миллионов в 400 и на основании данных ортофотоплана, которые есть в распоряжении университета, они были одним из подрядчиков не ИПГ, они сделали 3D-модель города, профинансировала это одна из компаний-застройщиков. Они хотели сделать что-то доброе, какой-то неокр профинансировать и выбрали из списка, который предоставил университет, 3D-модель города. Можно определить высоту дерева, проекцию кроны, посчитать все деревни, за исключением породного состава, на основании цифры мы можем получить все данные о том, что происходит в городе с зеленью. Например, посмотрите, есть озелененные участки, есть неозелененные, можно дальше уже работать и думать, что с этим делать дальше. Вот карта плотности объектов растительности, это распределение относительной площади. Большая проблема в Краснодаре это тепловые острова, с которыми также может бороться водно-зеленый каркас. И вот у нас есть тепловая карта города, которая сделала та же самая кафедра, вы видите красные пятна, это разница в температуре до 10 градусов и традиционно в ростове и во всех городах будет так же. Это обычно торговые центры с большим количеством мощения, с запечатанными поверхностями под большое количество парковок. И это, конечно, совсем не полезно для нашего здоровья. И с мнением медиков, если вы живете выше седьмого этажа и в тепловой точке, то после 40 лет инсульты, инфаркты скорее всего к вам придут. Вода и водосредоиспечения, мы сейчас говорим об этой, на эту тему с особой болью, потому что вы знаете, как много пострадало сейчас людей в нашей стране от затоплений. Краснодарский край страдает практически каждый год, когда развиваются реки, устья в рек построена, нарушение всех городно-норм, много пространств всяких. А я хочу еще раз напомнить и показать вот эту прекрасную картинку на любви, это из сотрудников стрелки, из его презентации взята эта картинка. Он показывает, как река Миссисипи меняла свое русло. И как можно такую реку заковать в бетон, она, скорее всего, все равно идет, куда выйти. Это что делать с реками и нужно ли их запускать, как это начал делать Новосибирск. Заходит река, когда разливается в парк и уходит, когда ей нужно вернуться, не нанося ущерба той территории, в которой мы находимся. Мы говорили не один раз о проветриваемости города, и мы знаем, что уже есть методические рекомендации, разработанные в Перми, Щукиным, которые по созданию дождевых садов. Это то, что тоже должно дренажные каналы, подтопляя парки-спонж-парки, губки-парки и все остальное, оно уже реализуется в нашей стране, уже мы даже не можем не опираться на опыт других стран. Мы можем найти это у себя, опыт людей, практики, давайте знакомиться, давайте выезжать, давайте ответить, все открыты, никто не прячет где-то в кармане данные и опыт, которые они имеют. Не забывать нам нужно о том, что мы часть пищевой цепочки, если мы ее нарушим, скорее всего, нас тоже не будет. Не надо спасать планету, она без нас прекрасно проживет, когда сбросят нас обнаглевших со своего тела, но вот нас может здесь не быть, поэтому давайте думать о том, что биоразнообразие в города нужно возвращать, так ужасно относиться к нему не стоит. И приписываю Торнштейну эту фразу, не уверена в этом, если умрут пчел, через 4 года умрет все человечество. Не совсем так, но очень близко. Газонные луга в городе это важнейшая история, особенно для южных городов, наша любовь. Мы не в Англии живем, и сто лет мы не удобряем, мы не стрижем этот газон. В жарких городах холодные газоны как должно быть исключением в каких-то парадных местах и так далее. не надо их записывать во всех скверах и парках. У нас есть прекрасные природные газоны, которых требует меньше ухода, меньше денег, больше разнообразия дают, наконец-то появляются насекомые, которые могут все опылять. Это японский сад наш в парке, он здесь появился для того, чтобы разрядить вас немножко и посмотрели, какая красота здесь, и приглашаю вас в Краснодар, посмотреть на японский сад, который может появиться, видите, там дома сзади этой фотографии, но когда ты заходишь туда, то тебе такое ощущение, что вот этого ужасного вокруг нет. Я хочу поделиться с вами большой радостью, это вот результат годового труда, есть у нас такая межрегиональная команда, называется Зеленые города, раньше она была международная, российско-германская, а сейчас мы внутри только работаем, и более года команда наша работала над методическими рекомендациями по естественным покровам города за траву и листву, сейчас они уже готовы, главные разработчики это Татьяна Паута и Анна Ленько из Нижнего Новогорода, дизайнер Мирстала из Краснодара, еще наша вся команда работала большая над этими методическими рекомендациями, они есть в открытом доступе, и сейчас мы готовим письмо на Минстрой и предложение ко всем городам, чтобы эти пункты вносились в правила благоустройства городов, чтобы все-таки появлялись луга разного вида, мозаичное окошение, другое отношение к окошению, высота окошения, все остальное, чтобы мы экосистему дальше не убивали, ну и листва, это вечная беда, что убираем, что не убираем, что оставляем, если оставляем, то как, вот там есть полностью описанные методические рекомендации. вооружение просвещения, это вот пример Краснодара, вы видите, прекрасную девушку и вот эти вот деревья, которые она вырастила за полгода из семян, мы таких деревьев вырастили уже несколько тысяч в Краснодаре, это мой проект, называется «Окоремист в Краснодаре, помоги городу», где мы учим людей в Краснодаре выращивать деревья из семян, у нас вырастает вот такой платан за полгода, вырастают вот такие павлонги, а вот это вот мы делаем проекты школьных парков, вместе занимаемся зонированием этих парков, дети исследуют территорию, вместе с аграрным университетом мы делаем дендропланы и высаживаем вместе с детьми эти деревья, дети дальше за ними ухаживают, а потом мы еще привлекаем спонсоров, чтобы дальше развивать эти парки. Коротко пробегу, с города, которые двигаются в направлении создания воднозеленного каркаса, потрясающие перемены Нижнего Новгорода, у них есть институт развития агломерации, и Анна Линько, член рабочей группы Принест-Дроя, занимается там по поручению Раковой Марине, сейчас держится все исключительно на ней, это министр градостроительного развития, по-моему, так у них называется министерство, но вот что-то так близко к этому, не строительство, и она сама лично курирует эту тему, по ее поручению это все создается, это практически для меня фантастика, у них уже есть слой воднозеленного каркаса агломерации Нижегородской, и когда разрабатывается КРТ, то разработчик КРТ получает этот слой, и он обязан учесть в КРТ вон зеленый каркас, подшито все это в ГИСы, ГИСы Нижегорода, на мой взгляд, самые классные ГИСы в Российской Федерации, заходите, там есть разные уровни доступа, есть уровни закрытые, есть уровни открытые, там можно походить, побродить, посмотреть, взять за пример, они открыты для консультации, но правда занятые, очень любят, но тем не менее делятся. Вот я провестаю коротко это презентация Анны Минько, это ее, часть ее работы, которую она делает в Институте агломерации по созданию именно водно-зеленого каркаса. Это по связности, по линейным паркам, слайд вы видите, это по крупным экологическим коридорам, и там есть определенные параметры, которые они закладывают, это вот собственно сама цель работы с водно-зеленым каркасом, как они ее видят и к чему они хотят пройти в процессе этого. Казань впереди планеты в сень, кто еще не был, нужно ехать, Даша Толовенкова открыта, должна была она модерировать эту сессию, выступать здесь. У нее есть потрясающее новое исследование по крадоэкологическому каркасу, но к сожалению она же онлайн, она не может с нее выступить, защищает там свою работу очередную. Казань тоже движение практически снизу подключились эксперты, активно подключился президент и власть и они на мой взгляд очень хорошо продвинулись в этом плане. У них создан институт развития города Казани, институт проставленного развития Татарстана и они ведут эту тему. Екатеринбург меня тоже порадовал своими бумагами, но пока по факту еще не очень, но у них есть институт генплана и это прям большая-большая редкость и радость. Есть там такие прекрасные директоры, и мы с ним уже поговорили, как дальше будет внедряться тема зеленого каркаса, но у них в документах уже закреплено, у них есть ядра, у них есть биопереход, у них есть все эти штуки. Вот главное, чтобы они тоже смогли это все дело применять на практике, потому что там у них тоже очень сильное строительное лобби, противостоять ему сложно, но и мэр тоже сильный. вот я показываю вот в генеральном плане есть схема природно-экологического каркаса, вы видите, что ядра по трем уровням разбиты, эко-дуки, коридоры, все это есть, и следующий шаг это работа с этим. Черняховский, я уже говорила, прекрасный город, активно они эту тему внедряют. Пермь, молодцы, вспомнили про старый мастер-план, пришел у них новый директор департамента Андреев, и они прям взлетели в небо, они сейчас делают каркас по всем рекам, я никогда не знала, полюбила Пермь, 300 рек в Перми, 300 рек, и вход малых рек, и они теперь вдоль этих всех рек создают водно-зеленый каркас, это прям просто большая-большая, вот Андрей Дмитрий Николаевич, это прям и Боглея надежда, это и у них классное такое общество охраны природы, где вообще они вот так объединились классно и делают, на мой взгляд, хорошие проблемы, тоже хватает, но делают классные вещи. Про Новосибирск, я уже говорила, Новосибирск тоже, везде хватает ошибок, и можно критиковать их набережную, все остальное, но они двигаются в этом направлении, не просто лежат в эту сторону, как Краснодар, а двигаются. Вот уже в Нижнем, это в Новосибирске создано, вот было выездное заседание экспертного совета Минстроя РФ прошлым летом мы ездили в Новосибирск, и после этого совещания там присутствовал вице-губернатор, и было распоряжение губернатора создать уже рабочую группу не только в Нижнем, в самом Новосибирске, но уже и в регионе, на уровне региона создана рабочая группа по созданию водно-зеленого каркаса Новосибирской области. У них есть такой сайт «Зеленый Новосибирск», там можно полазить, там много чего интересного. Самара, инициатива снизу, и добиваются того, что сейчас создана рабочая группа, один человек, Ольга Чурилова, всю эту махину двигает, 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 и уже практически придвинула. Даже в Сочи мы тоже эту тему продвигаем сейчас на уровне пока градостроительного совета. Калининград активно двигается, там поддержала губернатора, есть там активность запроса со стороны снизу. Санкт-Петербург из представителей Синякова в рабочей группе, но они идут еще отдельным путем, там есть свой взгляд на создание водно-зеленого каркаса, они проводят форум, и в этом направлении двигаются. Волгоград, что я хочу сказать хорошего, Волгограде есть водно-зеленый каркас, разработанный в каком-то 93-м году. Вот он просто лежал, и денег в Волгограде нет, традиционно, но здесь творилась манна небесная, чемпионат мира случился, денег им дали, а что, они взяли, достали водно-зеленый каркас, и сделали, и просто так натыкали непонятно где, а согласно этому проекту посадили, когда у них появились ресурсы. Поэтому, даже если у вас нет ресурсов, делайте проекты водно-зеленых каркасов, на примере Волгограда. Ростов-на-Дону под вопросом, у нас будет отдельная секция, мы поговорим про это, мы проговорим про это. Спасибо вам большое за внимание, и теперь я хочу передать слово глубоко уважаемому эксперту, который будет говорить с нами на глубокие темы. Юрий, пожалуйста, поднимайтесь сюда, не знаю, вам сидят стойко, как угодно. Грибер, пожалуйста. давайте. Так, всем добрый день. Еще раз, да, я представляю Ленинградскую школу градостроительства и профессии почти 40 лет. вот, но это мое хобби. Согласно говоря, я буду говорить про хобби, про природу, и поскольку у нас плыжение, то попробую именно как в этом стиле и говорить. что наталкивает на всякие разные такие штуковиды, которые мы сейчас делаем в городе Белгород, это вот, ну, старшее поколение точно помнит очередное невероятное программу. Там, правда, не было приписанной случае бог изобретатель. вот случился случай, и мы запустили проект. Особенно про этот случай я и расскажу. Кто знает, что это за птичка? Так, биологи. Птичка называется Королёк. Калининградцы все должны знать. Меня просто потрясла эта птичка на Курской косе, когда мы там что-то делали, орнитолог мне рассказал историю этой птички. Значит, вес остана 4 грамма. И она залета, должна нагулять 2 грамма веса. И на зиму она улетает через весь Финский залив на юг Швеции и должна пролететь 240 километров без посадки. Если она не наберет эти 2 грамма, то она не долетит. Представляете, какая эффективность? И мы задумывались, что природоподобные технологии надо внедрять в наши города. Собственно, мы с этим начали работать. Это такие вот картинки с разных сайтов. Тут, видимо, все полетело. Ну, последний по стадии город, это вот зеленый, умный и какой хочешь и так далее. Мы вот к нему стремимся в Белгороде. Что мы запустили? Мы запустили такой проект, как некоторый подход к тому, как нужно делать тот самый зеленый каркас. Исходя из такого понятия, как биогиоциноз. Ну, кто биологическую часть заканчивал, те знают, что это такое. Это одновременно в нашей стране Сукачев придумал эту штуковину. И особенно его учение о биогиоцинозе легло в основании того, как мы стали подходить городу. То есть, мы начали на город смотреть не как город, в котором живут люди, а как часть природной экосистемы. Ну, или урба-биоциноз, мы там называли. Добавили туда урба и начали с этим работать. Я пролечу эту презентацию, потому что сделано довольно многое, остановились на нескольких моментах. Для того, чтобы начать с этим работать, разработать расчетную типологию, прошли по очень простому принципу родовидовому, принципу Карла Линнея, для того, чтобы как разные биологические таксоны применить к градостроительным таксонам и соединить это вместе. Собственно, у нас появилась родовидовая схема, несколько типов, несколько родов и несколько видов. Дальше мы не уходим. Видовое разнообразие достаточно для того, чтобы можно было заниматься разнообразной городской средой, исходя из того, что они по-разному реагируют на вмешательство человека и по-разному там воспроизводится биологическая среда. Можно навести гаджет на эту штучку, там появятся наши агент-системы, которые мы создали, мы, конечно, цифровали ситуацию, что мы сделали. Лена рассказала, что есть цифровой двойник в Краснодаре. Конечно, это ошибка. Меня учили в нашем политехе, что цифровой двойник это совсем другая история. вот если мы смогли сделать прямо дежурный план, как раньше, когда-то, когда в городах было на пятисоточке, мы его вели и каждый день вводили туда изменения, происходящие в городе, то это был бы цифровой двойник. А так, это мы делаем некоторые фотографии в 3D-модельке. Вот мы здесь решили, что нам нужно знать про зелень всё. Что сделали? С Белгородским государственным университетом соответствующими кафедрой математики и кафедрой геосистемы запустили тотальную инвентаризацию зелёных насаждений. То есть за два года мы провели работу, мы теперь знаем где, что, сколько, чего, в каком состоянии растёт. Система рассчитана на то, что разный тип пользователей, в том числе горожане могут до неё дойти. Горожане в любой заходят и видят, какое дерево у неё растёт, какого у нас состояния, что это такое, какие устойчивые, какие нет. Значит, вот этот цифровой план зелёных насаждений позволяет теперь нам спокойно делиться с любыми проектировщиками. например, там, москячи делали проект благоустройства Парка Победы. И пришли и говорят, дайте нам инвентаризацию. Вот она. Со всем породным составом с состоянием и так далее. Есть такое БГБ, Белгорглогоустройство. Мы их тоже научили, сделали такие цифровые приложения, которые позволяют, например, планировать рубки. Потому что есть засухоустойчивые вещи, есть сухостой, мы их видим все на координатах, мы понимаем, что за один день всё не убрать. Мы должны на 2-3-4 года заложить деньги для того, чтобы поменять, например, породные составы. Это можно планировать, можно делать. Разные картографические штуки, разная модульность. Мы где-то обучили 50 студентов БГУ для того, чтобы пройти эту инвентаризацию. Одно дело привязать к карте зелёное насаждение, другое дело создать атрибутивную информацию и понять, в каком состоянии какие деревья находятся. Это тоже было сделано и была сделана методика экономической оценки. Что это нам позволяет? Мы точно знаем, сколько нормативно эксплуатационные затраты мы должны закладывать в бюджет, например, города. А сколько бюджетно эффективность этих растений, сколько они дают нам эффект. Все знаем, что зелёное насаждение даёт экономический эффект. Не было простой методики, как посчитать. Брали Нью-Йоркскую, брали, значит, в Португалии там сделано кое-что, переложили на нашу пучку, может работать. Теперь мы точно знаем, какие экономические эффекты приносят зелёные насаждения. Значит, где-то по Белгороду общий экономический эффект от уже существующих зелёных насаждений более 800 миллионов рублей в год. А тратит Белгород на все виды работ, в том числе и благоустройство, и плитку, и так далее, где-то около 400 миллионов. То есть эффективность уже в два раза превышает то, что тратится. Зачем это нужно? остаточный принцип планирования денег на озеленение. А когда ты приходишь и говоришь, смотрите, какие вам эффекты принесёт, что это приносит столько-то денег в казну, и вы не тратите деньги в другом месте, то оказывается гораздо проще пробивать. эта карта слева это эксплуатационные затраты по всем типам биоцинозов, справа это эффекты экономические. Ну и в целом, после того, как мы это всё проделали, заложили около 25 площадок мониторинговых и проводим там научные исследования. Мы смотрим, как на самом деле всё это работает, как это влияет, что мы знаем. Ну, да, вы смотрите, 64% деревья у нас ослаблены. Здоровых всего 12, это в Белгороде. В прекрасных климатических условиях город так влияет на насаждение. Ну и парольный состав можно выделить, можно в каждой ингесистеме сказать, сколько у нас растёт, например, берёза повисла, или сиреня обыкновенная, или, не знаю, там, кизильника блестящего, ну и так далее. Это... А дальше мы мечтаем сделать математическую модель, наверняка, мы её начали делать. Того самого урбобиоциноза, в котором можно было на потоковых схемах математических посчитать, как это влияет. Это я просто расскажу. Вот тут у нас система, представление о моделях, наши учителя, и, соответственно, что мы сейчас делали. Вот эти четыре параметра мы сейчас мерим. И, собственно, они сейчас положены на математический язык, и мы знаем точное влияние каждого из этих параметров. Микробиоту мы не умеем пока мерить. Мы начали в пробах это делать, особенно в почвах, но пока не научились. И в золоциноз начали пренебрегать, потому что азовщей биомассы, если посчитать, он составляет там парочку процентов. поэтому пока работаем с четырьмя показателями. Значит, ну, тут математика, тут не буду вам долго рассказывать. Понимаем, что строим такие графики, и мы мечтаем сделать такие площадки в городе показательные, где, ну, условно говоря, фитоциноз будет завязан на золоциноз, на климат, и будет поддерживать себя сам. Для того, чтобы человек вмешивался минимально. Это такая мечта трех, четырех, пяти летней практики. Это все поддерживает губернатор Вячеслав Владимирович. Без него ничего не происходило, и в нашей стране все так и происходит. В целом, если мы хотим водно-зеленый каркас, мэры, недостаточная сила для того, чтобы мы его внедряли в нет планирования. Все. А можно у нас с ведущей? Потрясающие доклады, по-моему. Просто потрясающие. Я не встречала еще в нашей стране такой глубины не только научных исследований, но и практического внедрения. И про экономику отдельно низкий поклон, потому что это те аргументы, которых всегда не хватает экспертам и активистам в работе с бизнесом и в первую очередь с чиновниками. Елена, давайте вам слово. Вообще вопросов масса. Хочется вашу презентацию. Значит, да, все, да, вот это вот очень важно. Значит, у меня два вопроса пока самых важных. Это было все только ну, как вот модель 3D, то есть никто на место не выходил, ничего не обследовал. Это первый вопрос. Значит, я плохо сказал. 50 студентов обучены, мы сделали методику обучения студентов, ходили пешком, все, все прошли. Я просто поняла, что студенты были... это реальная модель. все, которая... Хорошо. И второй вопрос, собственно, каким образом, но меня интересует сам процесс, то есть, ну, у нас обычно это делает, как, мэрия делает техзадание, у нас возникновается конкурс, вот, и суммы. Всегда мы играемся в суммы, всегда не хватает денег, потом, у нас уже была одна инвентаризация, которая сорвалась, и мы вот до сих пор в таком... Какая сумма, и вот так, как это все происходило? Я уже сказал, что без губернатора ничего не произошло, поэтому это деньги региональные. Создана ОНО, автономная и коммерческая организация «Зеленая инфраструктура города», которая, собственно, и занималась этой работой. Были написаны программы, она прошла в межурное слушание, затверждена, и, собственно говоря, региональные деньги стали работать на город. С целью потом этот опыт масштабировать по всей Номгородской области. Через структуру оно и через бюджет региона, и через понимание губернатора. Ну, сумму вы получили где-то... Сумму я могу назвать это около 100 миллионов рублей. Ага, спасибо. За три года. Ага, три года. Спасибо. Ещё вопросы? Спасибо большое за материал. И это вот такой биологу, который биолог, да? Очень близко. Подскажите, пожалуйста, а вы встречали такое понятие «пермакультурный дизайн»? Зайн? «Пермакультурный дизайн». Ну, я про него ничего не знаю, но слышно. Я тебе не понял, что это так снимало. Ну, это же как бельмистика, да. Поэтому мы пользуемся вот тем, что нас учили когда-то в Академии наши учителя. Да, 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 да. Вы пишете сейчас время вопросов. Давайте вопросы все с микрофоном. У меня быстрый вопрос, возможно, будет быстрый ответ. Вот приложение. Да? Отличная программа, всё мы внесли, ну, вы внесли всё в программу, каждое дерево, каждый раз. Вы передаёте это в муниципалитеты, правильно? Управление там в благоустройстве же, хай, не-не, не знаю, что в Белгороде, да? И инженеры вносят информацию о том, что они обрезались, несли. Это вот каким... Мне в микрофон не надо. Капитуализация так происходит, иначе же получается фотография. Мы написали специальное приложение для гаджетов, и каждый человек с гаджетов может зайти срубить дерево и тут же вести программу, и ему обеспечивается доступ. Точно так же, как и гаражанин может выбрать себе место и посадить дерево имени себя родного или рощу. Соответственно, это внедряет прямо в... Ну как, в горсткое хозяйство. Наши задачи написать кучу приложений. Они могут, я прошу прощения, они могут, это понятно, но делают и... Ну, конечно, делают, но как же. Делают, да? Мы же их обучаем этому делу, потому что, если так, обычно лесорубы даже не умеют гаджетом пользоваться и гиспрограммой. Приходится их обучать, после этого он выходит с гаджетом и все делает. А дальше есть обратная связь. Гаражане могут отреагировать, зайти в систему, написать, что не сделано. И мы тогда видим, что есть контроль об обществе за этой штуковиной. Прекрасно. То есть все порубочные билеты, и все вносится туда. Вся там, Да, жалко, чтобы это автоматически все было. Да. Два вопроса. Ну, первое, очень интересно, конечно, как монетизируются зеленые насаждения в принципе. Просто, да, нужен какой-то аргумент, сам общий принцип. И второй вопрос, очень, ну, конечно, классный, обадный, действительно, это здорово. Вообще, я не знаю, то, что люди это сделали, это большое уважение. И как применение там очень большое, скажите, а, например, ну, вот, при застройке, освоении новых территорий вот такими комплексными, большими проектами, есть какой-то контакт с застройщиком, что они там сажают, что ли? У нас, допустим, практика какая была, да? Как всегда, даже лучше, после побуждений, что-нибудь посадили, оно не принялось. Или написали одно, привезли, не то, все равно никто не знает, что-то, как это выглядит. И в итоге, даже, честно говоря, вот у нас был такой, вот, застройщик пробовал разобраться. Но опять же, это все уперлось в необходимость работы с городом, как минимум, потому что, ну, это не один, вопрос не единственного застройщика. Вы как вот с вашими застройщиками дружите или ругаетесь? Ну, сначала, поскольку это в этой системе все его годы, ну, вернее, это два года, я предпосдаваю, вот она сейчас будет работать уже в реальности, мы пока работаем именно по всем реконструкциям основных центральных парков и центральных дворов города Бянков. Как касается новой застройки, есть все возможности и главного архитектуры города, но полномочия выделены на региональные, там такая Галина Валентиновна горожанкина, она всех застройщиков держит за одно место, поэтому там попробуй, не сделай тех нормативов, которые сделаны. Все? Точно, точно, да, и харизма главного архитектора. Не про мастерсиация, но чуть-чуть, и прослужить. У меня самый главный вопрос, я так думаю, что каким образом вы эту идею, эту прекрасную инициативу заинтересовали власть. Как вы продали губернатору вашу программу? Я привел Пушкина. Случай, бог изобретатель, это абсолютно случайное событие, потому что мы почему-то разговорили с Вячеславом Владимировичем, а он, отличие от других губернаторов, различает, что это петунья, что такое пион, что такое пиццарапис, и так далее. Поэтому случай, это личный контакт. Точно, это личный контакт, и заинтересованность в том, чтобы переделать зеленый каркас города Белгорода. Переделать. Он сам в этом заинтересован. Мы сейчас делаем, например, воднозеленый каркас, как раз воднозеленый вокруг, вдоль Везелки, там одна речка попадает в Северский Донець, это около 20 километров безбарьерного, бегового, пешеходного и прочего поста. И это прямо методично сейчас делается. Хорошо. Для того, чтобы вы изменили на вашем предприятии, вы же как-то документацию готовили. Каким хотелось бы... Мы написали техническое задание, написали программу, посчитали финансы, посчитали ресурсы. Конечно, как же, ну, это же целая работа. Заказчикам региональное правительство, правительство области. Сейчас эта структура вся вместе уходит в Белгородский университет, и он будет тащить и всю базу данных и проводить дальше научные исследования и учить свои студенты на этом, и писать несколько диссертаций. Что-то касается экономики, значит, мы, наука, считается достаточно, мы достаточно просто посчитали. Все знают, что растения два ключевых параметра по экономике, это экономия на энергетике, вы знаете, когда тень есть, то, соответственно, кондиционеры работают в два раза меньше. Есть микрократматические показатели, которые мы тоже измеряли, и соответствующие считаются в деньгах. И есть показательства, растения задерживают сток, не нужно столько гневки и мощности гневки, это два ключевых параметра. Дальше все знают, что возле парка квартира стоит дороже, мы считали эти эффекты соответствующие по рынку недвижимости, вы точно знаете, что квартиры, выходящие на парк, они на 25% дороже продаются, а по любому рынку тоже считается, ну и здоровье хуже всего считается, хотя есть финансовые растения, мы про это знаем, например, вот куз герания, которые растут у вас на окне, если стоит, пеларгония зональная называется, в 1200 раз лечены кробы вокруг этого куста в радиусе полутора до в 1000 раз. Поэтому каждое растение что-то там приносит, да, сосновый лес ионированный, он убивает болезнетворные микробы, значит, количество болезней уменьшается в той зоне, в которой живут, живут утильные. А если люди живут из-за поганые, ну и так далее. Но там мы всего посчитали один процент всего на все. После того, как ты интерполируешь на количество зеленых наслаждений по каждому типу битцину, у тебя получается карта экономических эффектов. Сначала карта эксплуатационных затрат, а дальше карта экономических эффектов. Сам эффективный это пятиэтажки. Они заросли, у них колоссально зелененное пространство, определяют огромное количество кислорода и поглощают огромное количество садов. И перегоняет много воды. Знаете, что один тополь перегоняет 600 пол воды. Извините, пожалуйста, Юрий Александрович, я выслушала вас на утро, но, к сожалению, мы вынуждены... Вы же модератор, поэтому... Я не могу остановить, потому что действительно такой прекрасный доклад, так много информации, так много о чем хочется спросить. нам предлагают садовую вопрос. Возможно, в кулуарах вы еще сможете подойти и задать какие-то вопросы у вас интересующие. Вы позволите поделиться с вашей презентацией, да? У нас есть разрешение поделиться презентацией, я ее пришлю и еще добавлю, что кроме личного отношения с губернатором есть еще общественный экспертный запрос стучите на все двери и вам откроют. Тем более, что есть такой прекрасный опыт, есть аргументы, есть уже опыт российских городов, на которые можно отвлекаться. У нас здесь сейчас присутствуют представители власти, я думаю, что они тоже слышат и внимают во всем этим. Порочка по зерушку будем двигать дальше эту тему. У нас еще мы плавно сейчас перейдем к почве, потому что мы о ней немножко поговорили. Я бы хотела пригласить Сергея. У нас будет без презентации несколько выступлений уже местных авторитетных экспертов и сейчас нам год у Сергея профессора Ростовского университета немножко расскажет про почву, насколько важно следить за тем, чтобы почвы были здоровы, чтобы они вообще были. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за приглашение. Я на самом деле очень разочарован, что я взял с этой презентации, было бы что показать, но я постараюсь на слабо рассказать работу, которую мы сейчас проводим на базе Южного федерального университета. На самом деле работа по изучению почвенного покрова у нас ведется с 1996 года, это уже достаточно большой срок. Очень много мы провели различных разноплановых исследований почвенного покрова, как естественного, так и антропогенно преобразованного, по большому счету посмотрели все возможные типы почв, которые представлены в нашем любимом городе. И как результатом стало ряд научных работ, ряд диссертаций, в том числе все следствия и докторскую, кандидатскую, защищал по почвам города Ростов-на-Дону, ростовской агломерации. И в настоящий парламент у нас достаточно много интересных проблем, проблематик, исследуются, поддержаны они даже Российским научным фондом, в том числе мы изучаем почвы рекультивированные, то есть почвы, которую мы создаем искусственно для того, чтобы улучшить городскую среду. Изучаем умственное состояние почв различных функциональных зон города в настоящий момент с целью создания определенной картосхены запасов почвенного органического углерода, что в настоящий момент невероятно актуально в связи с вопросами карбоновых индексов выбросов СО2 в атмосферу. А почва здесь играет очень важную роль. Ну и, кроме того, у нас отдельное направление в силу того, что я на самом деле я доктор биологических научных специальностей подчередия, но в настоящий момент возглавляю картиру ботаники и с ботаниками мы дружим сейчас очень сильно и в этом направлении у нас достаточно много различных совместных работ и одна из них это вот создание искусственных почвенных конструкций и выращивание на них различных газонных покрытий, что для нашего региона очень актуально и я абсолютно с коллегами согласен, что газонные покрытия для нашего города, как и для любого южного города, это момент такой специфический и, наверное, элитарный. Мы не можем и не имеем права создавать газонные покрытия везде, где мы хотим, потому как растения в сухомятку не едят, без полива газонное покрытие существовать не может. Я 12 лет отработал в различных должностях в Гольф Кантре, Глук Дон, я знаю, что такое газон, и в настоящий момент очень часто меня приглашают в качестве эксперта для списания этих газонов на территории города Ростов-на-Дону, потому что они висят на балансе, хотят засевать новые, а на балансе уже висят, и мы регулярно списываем на те объекты. Поэтому вот тут сошлись у нас интересы и дендрологии, и различных ландшафтных решений, и почв, и мы в настоящий момент в этом направлении очень интенсивно работаем. Если говорить о последних наших проектах, которые мы реализуем, это, например, в настоящий момент создается западная хорда, вырубаются деревья, просто стоит вопрос компенсационных посадок, и слава богу комитет, и Винстрой, и компания, которая занимается этими работами, они обратились в университет, мы сначала обследуем почвенный покров тех территорий, где эти деревья будут высаживаться, потом на основании полученных с нами даем рекомендации о видовом составе деревесных растений, ну и потом стараемся контролировать те работы, которые выполняются. Не всегда наши идеи, конечно, реализовываются в том виде, в котором бы мы хотели, с теми же компенсационными посадками тоже сейчас мы находимся в определенной дискуссии с коллегами, потому что мы рекомендуем около 20 видов деревьев, и говорим, что выберите из них, пожалуйста, 5, а выбирайте 2, потому что так удобно, потому что так дешевле, потому что так легче. Пожалуйста, создайте дорожно-тропиночную сеть на территории этих же самых компенсационных посадок. Где-то создаются, где-то не создаются. Борьба за Павловну была очень сильная, мы как бы помогли коллегам, дали заключение на сублинке, так называемый карьерный сублинк, который находится на северном, в жилом России, но с обязательной репутивацией, и очень рекомендовали, ну, посадите там хотя бы тысячу Павловну, посмотрите, как они там будут функционировать. Нет Павловну в списке Минстроя, нельзя ее высаживать. Натолкнулись на этот административный барьер, не смогли бы перешагнуть, в итоге там будут рамени, тополя, ну, все в принципе, что может расти, но хотелось бы немножко украсить город. Ну и, как у нас ряд достаточно интересных совместных проектов с коллегами, которые создают парки, парковые рекреационные зоны, ну, есть положительные, есть отрицательные. Первая миля это наша боль. Были там наши рекомендации по Первой миле, совершенно их не услышали. Я не хочу сейчас их озвучивать, я думаю, что я по этому поводу сделал отдельную презентацию в присутствии сильных мира всего, хотя бы попросить не совершать тех же шанс самых ошибок, но, например, парк в Суворовском микрорайоне 75-летие Победы, я считаю, что мы здесь достигли своей цели, потому как мы провели полное комплексное почвенное геоподатическое обследование, ранжировали территорию, выделили зоны, где, пожалуйста, стройте, пожалуйста, нарушайте, а выделили территорию, на которой даже сейчас мы диагностируем присутствие краснокнижных видов, вот буквально я сюда прибежал с недели науки Южного федерального института, у нас девочки там делали доклад о присутствии Белевалии Сарматской, краснокнижный вид на территории города Ростов-на-Дону функционирует, мы ведем мониторинг этой популяции, очень интересные типы ковыли там сохранились, Тепчакова ковыльные степи кусками сохранились, и все это коллеги в настоящий момент до сих пор сохранили, и это функционирует, и я надеюсь, что это дальше также будет функционировать. Подожди, на вас уже остановить. Да, спасибо. На мой взгляд, потрясающе интересный доклад, теперь вы знаете, кто в Ростове отвечает за почву, и глубоко знает, что там 20 лет назад была создана почвенная карта Ростова-на-Дону, и мы говорим, что водно-зеленый каркас у нас заботится и о состоянии почвы, потому что почва напрямую влияет на нашу здоровье. Я еще раз делаю акценты на то, что водно-зеленый каркас, это та тема, это та система, которая должна в конечном итоге привести к здоровому физически и психоэмоциональному населению, которая, как это звучит банально, может создавать, повышать ВВП, создавать экономические продукты и развивать территории. Больное население, слабое, не может этого делать. Поэтому это вот еще одно обречение представителям власти, потому что чем здоровее, энергичнее будут ростовчане, тем больше они смогут сделать для развития своего любимого города. я предлагаю аплодисменты Сергею, вопросы к нему в кулуарах, пожалуйста, потому что мы выберемся с графика, позже начали, еще раз, еще его раньше просят закончить. У нас есть прекрасное выступление по воде. Я уже говорила, насколько важна вода. Мы говорили о том, что водно-зеленый каркас у нас строится на гидрографической гидрографической сети, строится на водных объектах и на подземных всяких источниках, реках и всего остального. И в Ростове у нас есть прекрасный эксперт в этой области Роженко Ирина, которая нам расскажет сегодня про воду. Спасибо. Можно ли перебречь в Ростове? Меня зовут Ирина Роженко. Я экспертам пока себя глубоким не считаю. Я начинающий эксперт, но практикующий архитектор. Старт проекта у нас начался в 2021 году на программе архитектора РФ под руководством эксперта Набиа Замова. Он уже сегодня упоминался, да, и назывался Дельта-урбанизм. Мы хотели взять Дельту-реки-дон и проанализировать ее градостроительные решения, потому что она соприкасается и с Ростовом на Дону, и в самой ней есть поселение, и как эти градостроительные решения влияют на ее состояние. И здесь плохо видно. Со временем мы поняли, что мы взяли очень большую тему, и, скорее всего, она у нас на всю жизнь, потому что дельту-реки-дон невозможно рассматривать без остального русла реки. А река-дон, она на минуточку охватывает большие города в Ростовской области. Это артерия, благодаря которой города существуют. Существует экономика региона, и не только одного. И здесь представлен ряд картинок, надеюсь, видно. это ссылка на исследование наших коллег из Индии, Филипп Дакунха. Он рассуждает о том, что человек сам создает реки в пространстве. Если мы подойдем к кромке реки, мы не увидим ее границу, какая она нарисована на картах, а это всегда влажное, утопленное место. Поэтому те границы, которые начерчены, это река, зафиксированная во времени. И это создано специально, чтобы создать твердую поверхность, которую потом можно поставить на капитал, строить на ней, развивать города. Ну и мы избрали цель изначально вдохновить людей на принятие экологически осознанных решений в нестабильных условиях прибрежных ландшафтах. И первое и самое модное, что сейчас существует, с чего мы начали лежать в эту сторону, это информационный портал о реке Дон. Сейчас он существует в виде канала. Вконтакте он называется река Дон, я не уверена, что видно QR-код, но я скину тогда в канал плэжбинга. И здесь представлена выкопировка из кадастровой базы, и мы видим, как грубо нарезана территорией Дельты, и она, уверяю вас, нарезана по всему руслу Дона, вот так вот грубо, а это природные территории, и это все границы, которые антропогенный начертил когда-то человек. И изучая Дельту Дона, мы изучали и ее обойменные луга, и что представляет собой в разрезе, это огромная чаша, которая в случае какой-то техногенной катастрофы, например, прорыва плотины на землянской обрезы, затопится, и уже те коллеги, которые пользуются катастрофой базой, заметили, что везде появились зоны затопления с определенными отметками, и не случайно об этом говорят. Кроме этого, в Дельте Дона господствуют ветра восточные и западные, которые вызывают нагонные явления. Мы знаем, что когда дует западный ветер, у нас очень Дон наполняется, затопляет все эти поселения в Дельте. Ну и изучая Дельту и все с такое русло, мы затронули культурный пласт, потому что это система таких образов, у нас появилось и биоразнообразие, это герои, которые обитают в реке, это языковое понятие, как солончаковая тоска, привет почвам, это истощенные земли благодаря, не благодаря, как последствия антропогенного воздействия, которые истощены и на них проступает соль, на них ничего не растет, это уже такая мертвая по большой части почва. И здесь же я также скажу, что труды Александра Водянника, они живут, и я, к сожалению, так как начала заниматься темой в 21-м году, не заставила ни его лекций, но он со мной общается через свои труды, потому что очень много читала, цитат, и все это интересно и захотелось систематизировать. Ну и то, что мы пропагандируем, это информация в открытом доступе, информация для всех. Ну, карта затоплений на базе кадастра, прогноз затоплений, туристические эко-маршруты, мы ходили в Дельту Дона, гуляли, очень там красиво, ранимо. статьи различных экспертов, приглашаем в наш паблик, опубликуем с удовольствием, с ссылками и со всем. То есть у меня такое сегодня знакомство, мне сказали, бери презентацию и носи ее с собой, когда-нибудь она пригодится. И здесь как раз-таки ссылка на труды Александра Водяника, тоже плохо видно, о гидрологическом цикле в городе. Здесь картинка с тем, как гидрологический цикл происходит в природе, идет инфильтрация, воды очищаются после выпадения осадков, попадают в реку. Как только появляется барьер в виде твердых поверхностей в городе, это застройка, наши асфальтовые покрытия, вода дождевая, сметая все на своем пути, это для Ростова очень актуально, собирают все нечистоты городские и без инфильтрации, без прохождения через почву попадают в лего. А мы пьем из этой реки. Это тоже было для меня большим открытием про питье из реки. Мы же знаем, что человек на определенное количество процентов состоит из воды. Итак, если человек на протяжении всей жизни потребляет воды из одной реки, как я, то я уже на 80% где-то река Дон. То есть почувствуйте свою принадлежность к этому организму. Ну и как результат мы видим создание экологического межрегионального сообщества, которое будет как раз таки собрано вокруг реки и будет владеть информацией, и все участники этого сообщества смогут обмениваться этой информацией друг с другом. Ну, например, есть у нас какой-то условный Петрович, который держит причальную стенку, но он не знает, как эта причальная стенка влияет на дно реки. Да, она ее размывает и ухудшает ее разнообразие реки. Ну и идея сейчас живет в сетях, подписывайтесь, приглашаю. И хотелось бы в конце добавить, что очень нам нужно ощущение того, что мы дончане, потому что на Волге такое есть, а у нас как-то на Дону есть, но не в таком виде. Поэтому призываю всех подписаться, участвовать. Мы только начинаем. Мы в поиске какой-то финансовой и медийной поддержки. Возможно, подадимся на грант, но пока не созрели. Ну и информационный квартал реки Дон через просвещение грамотным экологическим расстретенным решением. Спасибо за внимание. Это, кстати, ссылка, по которой можно подписаться. одно прекрасное выступление. Так хорошо, что есть такие молодые, талантливые архитекторы, которые беспокоятся о среде и о том, что не все называются дончаник. Это просто очень хорошо. И мы уже говорили о том, что без воды никакого водно-зеленого каркаса не будет. Мы все состоим на 80-то больше процентов из воды и понимаем, что без воды жизни нет вообще никакой. Поэтому нужно, конечно, одна из целей устойчивого развития это чистая вода, доступ всем. И так загрязняет продолжать реки бездомно и безответственно. Как мы это делаем? Больше нельзя. Нужно остановиться и поддержать проект. Как минимум. Подпиской. Как минимум подпиской. Спасибо большое. Давайте покажем на видео. Хочу добавить, что проект строительных решений в подпередочных планшафтах это все есть там уже в этом канале. Только чуть-чуть отлистать, посмотреть вся информация. Да, изучайте информацию, присоединяйтесь. Присоединяйтесь к этому прекрасному делу. Действительно, это очень важно работать с водой. И мы понимаем, что с водой шутить нельзя. Нужно быть очень внимательным, очень аккуратным и очень уважительно относиться к стихиям вообще. о воде как о динамике. И у нас еще есть совершенно небольшое выступление, но здесь если наш спикер досидел или у нас еще горголовы да угу Ирина Юревна как вам удобно здесь, здесь и вы знаете мы затронем сейчас очень важную. Может быть на первый взгляд она не очень крупная такая тема, не так как реки, не так как еще что-то, но мы говорим о том, что в городе должен быть код, должен быть культурный код, должно быть сохранение идентичности. Я вам приведу очень короткий пример, вот я вам показывала парк Галецкого, да, это классный парк, но это не Краснодар. Давайте поговорим какая же идентичность может быть у Ростова, что может быть с зеленым кодом Ростова и как это закрепить, в каких документах, в каких разработках проектах. Добрый день, Юлия Каргорова, ну собственно говоря, уважаемый модератор, многое уже сказала о том, что я хотела сказать, но при этом вот мы много говорим о дизайне коди городов, да, но мы не говорим о природно-ландшафтном коде, а это очень большой эмоциональный пласт, который нужно также учитывать в своих проектах, это очень важно, потому что, например, парки, которые мы знаем, да, они являются брендом не только города, да, но в общем-то они выходят, знания об этих парках выходят за пределы страны, мы знаем там парк Лавилет, мы знаем Гайд Парк, мы знаем Петергофа, Флоенсы, Боба Лебордини и так далее, не буду продолжать, и очень важно сохранять, формировать вот эту вот идентичность места, как ее формировать, каким образом, ну, во-первых, наверное, это все-таки через эндемики, через те растения, которые произрастают на данной территории, и это важно, важно об этом думать, вот, ну, занимаясь этим вопросом, занимаясь брендингом территории, я посмотрела и увидела, что оказывается, ну, вот, в Штатах, когда они расписали все, согласно каждый штат, имеет свое растение, которое ему соответствует, это с 1937 года, они его используют и как визуальный какой-то символ, и растение, то есть, вот, мы когда с вами представляем Литсиманский сад, то есть, это оливковые деревья, мы представляем сакуры Японии, цветущие, то есть, у каждого места есть свой какой-то природно-ландшафтный код, который нужно о нем думать, учитывать в своих проектах, и, ну, мне кажется, это важно, это нужно фиксировать, думать об этом, какой этот код у Ростова, и для южных городов, ну, таких как Ростов, эта вот информация очень важна, и важно, наверное, разработать также вот такой вот код. Так, я долго не буду утомлять, я так понимаю, что все уже хотят выпить кофе. Сергей Юрьевич? Спасибо, но пока еще раздыхавление у Михаил Васильевны, мы заканчиваем право, пожалуйста. Так, спасибо большое, мы почти что уложились, несмотря на то, что наше время откусили. У нас почти что не осталось времени на вопросы, но выслежали наших уважаемых спикеров всех, и они открыты для доступа, и во время кофе-паузы вы можете подойти и задать вопросы, которые вас интересуют. Предлагаю обмениваться вопросами в телеграм-канале, который создан и где можно тоже задать вопросы и получить какие-то ответы, возможно появится дальше чат у нас по этому поводу. Я бы хотела подвести небольшой итог нашей небольшой сессии. Времени мало, тема объемная, но мы смогли затронуть основные пласты и поговорить о том, насколько важно участие каждого из жителей нашей страны, города Ростова и тех других городов, присутствующих здесь, в инициативах по созданию каркаса. Начиная от того, что вы можете посадить у себя герань, которая на метр вокруг вас создаст прекрасную обстановку и убьет все вирусы. И вы можете принимать участие в активностях, которые делают общественные организации города Ростова и других этих, и принимать участие в проектировании и создании новых пространств. Поэтому я хочу еще обратить ваше внимание, что, например, мы начали говорить чуть-чуть, Юлия сказала немного о Соединенных Штатах. Вот у Соединенных Штатов есть водно-зеленый каркас Соединенных Штатов Америки. Это то, к чему мы хотим прийти, чтобы водно-зеленые каркасы городов объединились, водно-зеленые каркасы регионов. регионы объединились в водно-зеленый каркас Российской Федерации. И чтобы каждая лягушечка, каждый ежик, как говорил Александр Рифатович, пришел туда, где ждет его ежиха и лягушиха. Чтобы всем хватило пар для размножения и увеличения разнообразия на нашей планете. На этой радостной ноте я хочу подвести итог нашей сессии. Спасибо всем большое за внимание спикерам, участникам. И я дадим, что каждый из вас в своей душе принесет маленький кусочек нашей сессии и потихоньку вокруг себя начнет строить гнездо. Спасибо большое. Все трудно идем пить кофе. Спасибо.